Черная капелла и Красный Бонапарт Генеральский альянс и судьба заговорщиков Точно такая же история неожиданная произошла с генералом фонд Фричем Который был обвинен в гомосексуализме и по этой причине тоже был вынужден покинуть свой пост Непобедимая и легендарная секретный доклад о боеспособности РККА Армии 30-х годов представлялся его пионерский лагерь Хрущевский миф о гениальном маршале, расчеты и просчеты генералов вермахта и красных командармов В программе «Двойной заговор» В 1937 году в Советском Союзе неожиданно проходят аресты видных военачальников Маршала Тухачевского, командармов Якира, Убаревича, Эйдмана, Фельдмана, Примакова и других Их обвиняют в попытке заговора с целью захвата власти и шпионажа в пользу Германии Все как будто говорит о том, что руководители РККА могли вступить в очень близкие доверительные отношения с германскими офицерами И обсуждать с ними вопросы коренных изменений политического строя в СССР Во всяком случае, Вальтер Шелленберг ни в коей мере не сомневался в том, что военный заговор был Поразительное дело Руководитель нацистской военной разведки Эсэсовец, высокопоставленный Видел ситуацию примерно так же, какой она виделась создателем краткого сталинского курса истории ВКПБ История военного заговора красных маршалов до сих пор до конца неизвестна Она остается одним из главных мифов о причинах страшного поражения Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны Один из самых расхожих мифов Великой Отечественной войны Гласит, что причиной тяжелого поражения Красной Армии в первые месяцы Стало уничтожение таких полководцев, как Тухачевский, Екир, Фельдман и многих других О военном гене этих командиров разговор особый Но существовал ли на самом деле так называемый заговор красных маршалов? Оказывается, существовал Тот же Тухачевский сразу же после ареста на допросе, причем без всякого давления и пыток Посвятил следователей во все тонкости этого дела Выяснилась удивительная подробность Советские заговорщики были связаны с заговорщиками из Германии Последние исследования в секретных архивах советской и германской разведки Позволяет с уверенностью утверждать, что военный заговор существовал не только в СССР, но и в Германии Тухачевский и компания обвинялись в передаче представителям германского генштаба Секретных сведений военного характера Разработку в 1935 году плана поражения Красной Армии на основных направлениях наступления Германской и Польской армии Подготовку плана вооруженного захвата Кремля и свержения советского правительства Что же касается участия военных в реальном заговоре, то это факт Даже сегодня мы видим попытки военных переворотов в Турции Сколько было попыток военных переворотов в удачных и неудачных европейских странах Начиная после Второй мировой войны и заканчивая сегодняшним днем Все это реальность Почему же мы считаем, что в 1937 году не могло ничего подобного произойти Я хочу сказать, что все сталинские процессы, касаемые высшего партийного руководства Касаемые высшего командного руководства Красной Армии Все основывались на реальных заговорах и реальных фактах Именно поэтому товарищи осужденных маршалов и командиров Подписывались под смертными приговорами Осуждали их, потому что под этим делом были реальные факты Легенда о том, что все документы, подтверждавшие наличие военного заговора Были сфабрикованы германской военной разведкой И подброшены Сталину с целью убрать самых талантливых командиров Красной Армии Родилась во времена Хрущева Которому необходимо было очернить Сталина в глазах военных Ведь в конце концов, именно Никите Сергеевичу Хрущеву Создателю легенды о невинно пострадавшем Вследствие сталинской подозрительности Маршале Тухачевском Принадлежат, по сути дела, гениальные слова Власть слаще бабы И не надо думать, что к власти рвался Только Никита Сергеевич Хрущев Или его конкурент Лаврентий Павлович Берия В начале 50-х годов К власти в Советском Союзе рвались многие Весьма вероятно, что в число их входил и Михаил Тухачевский На самом деле, такие данные у немцев действительно были И появились они в ходе расследования собственного заговора генералов вермахта против Гитлера Заговорщики обеих стран поддерживали давние контакты И делились друг с другом не только планами переворотов Сотрудничество с немецкими военными Оно подразумевало некую степень доверия, откровенности Есть факты, что товарищ Тухачевский во время своих встреч в Германии Показал немецким коллегам мобилизационный план Советского Союза Понятно, что участие в заговоре это первый шаг вербовки Как мы, товарищ Тухачевский, можем друг другу верить Если вы не покажете нам такую мелочь, как мобилизационный план Советского Союза Потом, будучи арестованным, Тухачевский написал так называемый план поражения войне Который был разработан заговорщиками Можно спорить, под давлением НКВД он это сделал Или чистосердечно написал Но он сказал, что на этих листочках нет никаких каплей крови Слезами они тоже как-то не смочены Четким почерком, каллиграфическим написано Несколько десятков страниц, где подробно описывается Каким образом Красная Армия должна была подвергнуться разгрому В случае наступления немцев Смотрите далее Тайна двойного заговора Откровения шефа разведки Глава нацистской разведки Вальтер Шелленберг По сути дела Тоже считал, что в Советском Союзе Был заговор военных Красный Бонапарт Мифы и правда о маршале Когда начинаешь копаться, что он хотел внедрять? Какие танки он хотел внедрять? Вот Волосы станутся дымом Первые сведения о наличии бонапартистских устремлений у Тухачевского Советская разведка получила еще в 30-32 годах Но тогда Сталин личным распоряжением закрыл дело Потом данные о заговоре стали поступать и от других агентурных источников 12 апреля 1937 года чекистам удалось вскрыть японскую дипломатическую почту Где военный атташе Японии в Польше докладывал об установлении связи с Тухачевским Кстати, данные немецкой разведки, на которые ссылался позже Хрущев На процессе вообще не фигурировали Доказательств хватало и без них Самое интересное, что дело Тухачевского, собственно говоря, его протоколы, его допросов, следственное дело, оно до сих пор засекречено Все выдержки из него, они приводятся людьми, которые, да, зачастую дело читали Но, во-первых, читали зачастую не все А во-вторых, мы не можем проверить по архивным документам, по архивным данным, по реквизитам Вот, правда ли это говорится, вся ли правда это говорится Сам по себе факт, засекречивание дела, он вызывает интерес То есть, значит, есть что скрывать Другое дело, что в России заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет После этого конкретного процесса началась волна необоснованных арестов на местах Слава Богу, уже в 1938 году нарком госбезопасности Ежов был за это снят с должности и сам расстрелян С приходом Берии массовые чистки в армии были прекращены Уже тогда, уже в 1939 году это получило название Ежовщины Когда Ежов был снят, потом был расстрелян, потом началось расследование Что же происходило в НКВД Схватились за голову, вот ужаснулись Вот расстреляли значительное количество местных руководителей Собственно, практически всех областных руководителей НКВД Расстреляли за фабрикацию дел, за незаконные репрессии Само слово незаконные репрессии, оно родилось в 1939 году, вообще-то При Берии произошла реабилитация, то есть первую реабилитацию организовал Берия Другое дело, что здесь, к сожалению, методы работы остались теми же самыми и при Берии Конечно, сегодня легко рассуждать о негуманном, чрезмерно жестоком наказании заговорщиков героев гражданской Но в условиях надвигающейся войны это было объективной необходимостью Вот что писал в ноябре 1942 года в газете «Санди Экспресс» посол США Дэвис Значительная часть всего мира считала, что знаменитые процессы изменников и чистки 1935-1938 годов являются возмутительными примерами варварства и истерии Однако сейчас стало очевидным, что они свидетельствуют о поразительной дальновидности Сталина и его соратников Если мы посмотрим на дальнейшие события, мы увидим, что во время самых страшных поражений Красной Армии Во время той трагедии, которая разыгралась в 1942 году Практически никто из высшего руководства Красной Армии не изменил Родине Это сделали единицы, попавшие в плен Это сделал Власов, навсегда запятнавший имя советского русского генерала своим предательством Но никакого военного заговора с целью свержения руководства Советского Союза, которое, может быть, не очень удачно начало эту войну, не было Что же произошло в Германии? Когда вермахт наступал, когда он был победным, когда немцы одерживали одну победу за другой Естественно, никто и не помышлял о свержении Адольфа Гитлера Как только военное счастье Третьего Рейха закатилось, тут же был организован военный заговор И Гитлер едва не стал жертвой покушения Это мы говорим о заговоре лета 1944 года Что это такое? Это значит, что не все заговорщики в 1937 году были выявлены в Германии В Советском Союзе НКВД поработало значительно лучше и вырезало метастазы заговора полностью Действительно, внимательные исследования военных историков и теоретиков показывают, что стратегические военные таланты Тухачевского и других красных командармов Сильно преувеличены Тухачевский, судя по всему, был неплохим командиром дивизии На посту, собственно, заместителя наркома обороны Он себя проявил, скорее, плохо Попытка его быть военным теоретиком выглядит просто жалко Тухачевский, как мы все знаем, как нам очень много часто говорили, выступал за моторизацию армии За внедрение передовых научно-технических достижений, за строительство танков Между прочим, когда начинаешь копаться, что он хотел внедрять? Какие танки он хотел внедрять? Вот Волосы становятся дыбом Это многобашенные тяжелые танки Которые будут преодолевать вражеские окопы, стреляя в разные стороны, за разных башен Вот, то есть танки, реальные танки Второй мировой войны К тому, что носилось в мозгах у Тухачевского, отношения никакого не имеют В этой истории есть еще один момент, о котором не любят вспоминать адепты Тухачевского и компании Момент психологический Представьте себе настроение солдат, которых во время войны поведет в бой командир, который расстреливал и травил газами их отцов и дедов Вряд ли бы и способность такой армии будет высокой Этими процессами Сталин сменил наиболее одиозные фигуры в военном руководстве Дал дорогу незамаранным кровью своих соотечественников, военачальникам Специалисты в области военного дела говорят о том, что у маршала Тухачевского есть одно безусловное открытие в области военного дела Он догадался, как установить на аэропланах сливные устройства и обрушивать на непокорный народ России газы Ведь не будем забывать, что в период Тамбовского восстания тот же Тухачевский проявил себя как крайне беспощадный командир А вспомним по давлению кронштадтского мятежа Подвигая на командные должности молодых командиров, которые не были так широко известны, как народные палачи времен гражданской войны Сталин все-таки мог надеяться на то, что этим командирам будут повиноваться с большим удовлетворением Чем тем, кто был безжалостен по отношению к собственному народу Существование военного заговора в СССР подтверждается и наличием аналогичного заговора генералов Германии Тесные контакты генералов двух стран позволяют предположить, что планы военных переворотов согласовывались между собой В 1938 году группа высших офицеров вермахта начала готовить военный переворот с целью отстранения Гитлера от власти Операцию под тайным названием «Черная капелла» возглавил начальник генерального штаба Людвиг фон Бек Были подготовлены и лояльные воинские соединения, и даже светило психиатрии, которые должны были признать фюрера невменяемым в случае успешного завершения переворота Заговорщики провели переговоры с представителями Англии и Франции Выступление приурочили к нападению на Чехословакию Фон Бек напутствовал своего посланника «Привезите мне четкие доказательства того, что Англия вступит в войну в случае нападения на Чехословакию, и я уничтожу этот режим» Однако ни Англии, ни Франции такие условия не подходили Они старались стравить Советский Союз и Германию И вот уже в том же 1938 году Англия и Франция подписывают с Гитлером Мюнхенский пакт Чехословацкие союзники преданы, заговор раскрыт Смотрите далее Секретный доклад о Красной Армии Состояние конницы удовлетворительное В честь и славу Семену Михайловичу Буденному Генералы с нетрадиционной ориентацией Месть фюрера Руководитель германской армии не может оставаться на своем посту Будучи женатым на даме столь легкого поведения В 1938 году Гитлер не решился на кардинальную чистку верхушки вермахта И на показательные процессы над военными заговорщиками Тем более, что после триумфа в Мюнхене Предательской сдачи Чехословакии англичанами и французами Военные сами отказались от попыток переворота До знаменитого заговора Штауфенберга в 1944 году В 1938 году Гитлер расправился с заговорщиками Более изощренными методами, чем Сталин Достаточно неожиданно высшее руководство немецкой армии Было отправлено в отставку Генерал фон Пломберг женился на даме На его свадьбе присутствовали высшие руководители рейха И вдруг неожиданно выяснилось, что эта дама бывшая проститутка Найдена ее пикантная фотография И, соответственно, руководитель германской армии Не может оставаться на своем посту Будучи женатым на даме столь легкого поведения Он был вынужден уйти в отставку Точно такая же история неожиданная произошла И с генералом фон Фричем Который был обвинен в гомосексуализме И по этой причине тоже был вынужден покинуть свой пост Таким образом, двух основных заговорщиков Гитлер мягко, без привлечения ненужного общественного внимания к этому Увел в отставку Успех заговорщиков, свержение Гитлера и Сталина Приход к власти дружески настроенных военных в России и Германии Ломали все хитроумные планы западных стратегов По взаимному уничтожению в ходе войны Своих главных конкурентов на континенте Западу была нужна война А заговорщики ставили этот план под угрозу И тогда Тухачевский И те, кто группировались вокруг него Вступили в контакт с немецким генералитетом Идея была достаточно простая Тухачевский свергает коммунистическое руководство Советского Союза Немецкие генералы свергают Адольфа Гитлера И новая Германия, и новая Россия заключают между собой соглашение А фактически возвращаются к тому военному сотрудничеству, которое имело место до прихода Гитлера к власти Вот если очень просто изложить, был план заговорщиков Такое развитие событий могло предотвратить войну Но война входила в планы Великобритании и Соединенных Штатов Америки Не для этого они приводили к власти в Гитлера, чтобы таким образом избежать все-таки войны между Советским Союзом и Германией И тогда британская разведка через своих агентов начала активную вброс информации о том, что есть такой заговор Эта информация поступила к Сталину через Чехословакию Эту же информацию добыла и советская разведка Таким образом информация о том, что военные готовят переворот, легла на стол Сталину В последнем интервью, данном в апреле 1945 года швейцарскому журналисту Курту Шпейделю На вопрос о своей главной ошибке Гитлер вспомнил о заговоре военных Вермахт все же предал меня, я гибну от рук своих собственных генералов Сталин совершил гениальный поступок, устроив чистку в Красной Армии и избавившись от прогнивших аристократов Конечно, похвала из уст Гитлера – вещь сомнительная Но не надо забывать, что он был очень проницательным политиком Тем более, что такая оценка полностью совпадает с мнениями Черчилля и Рузвельта Репрессии 1937 года укрепили Красную Армию Нет, это не слова тирана Сталина Таким выводом в своей книге «Вторая мировая война» пришел сэр Уинстон Черчилль Сегодня многие либеральные историки склонны преувеличивать и значение, и масштаб тех репрессий Что же на самом деле стало причиной жестокого поражения Красной Армии в первые месяцы войны? Причин множество Это и военная близорукость Сталина, и плохая связь, и внезапность нападения На самом деле здесь стоит открыть небольшую военную тайну В Советском Союзе к тому времени нормальной армии в современном понимании этого слова практически не существовало Красная Армия была небоеспособна по сравнению с вермахтом Все это напоминало игру зорница Большинство новобранцев проходило службу по месту жительства Восьмимесячные сборы в течение пяти лет Георгий Жуков вспоминал после боев на Холхенголе Что многие дивизии, побросав оружие, в ужасе разбегались после артобстрела японцев Кадровых дивизий было немного Та самая непобедимая и несокрушимая Красная Армия начала создаваться перед самым началом войны Но на самом деле она родилась в тяжелых кровопролитных боях первых месяцев Великой Отечественной Именно поэтому мы еще больше должны ценить значение нашей победы Насколько повлияла чистка армии в 37-38 годах на ее боеспособность? По мнению экспертов, ненамного Нехватка и малый опыт офицерских кадров, которые обычно связывают с репрессиями Был вызван совсем другой причиной Резким ростом численности армии Вообще, армии 30-х годов представлял собой пионерский лагерь Но если в середине, в начале, в середине 30-х Это был пионерский лагерь для лучших пионеров Попасть в которых было почетом, честью И, соответственно, в этом пионерском лагере была совершенно определенная атмосфера Определенное настроение пионеров То к концу 30-х лагерь увеличился в несколько раз В 5 раз, если не ошибаюсь, а то и в 6 Соответственно, контингент увеличился Попала куча дворовых мальчишек Попала куча хулиганов Попала куча народу, который вовсе не хотел служить в армии И далеко не настолько был готов защищать советскую власть В результате в армии резко упала дисциплина Внутренняя дисциплина человека А методы поддержания дисциплины остались те же самые, что в середине 30-х То есть убеждения В результате получился современный пионерлагерь В котором пионеры уважают и не знают, что делать солдатам Вот Они даже не имеют права его наказать Другой причиной слабой боевой подготовки советских частей По сравнению с германской армией Являлся низкий уровень образования красноармейцев В среднем примерно 4 класса Против 9 у немцев Красноармейцы просто были не готовы к войне С массовым использованием современного вооружения Отсюда и горы брошенной техники При любой мелкой поломке В первые месяцы войны За несколько лет, когда действительно начала развиваться система образования Просто не успевали подготовить достаточно хорошего Хорошо подготовить солдата Чтобы он хотя бы разбирался с той техникой С которой он приходится сталкиваться с винтовкой Именно поэтому великолепнейшая винтовка СВТ Вот великолепнейшая винтовка Которую немцы использовали в качестве снайперской У нас они любили Почему? Потому что солдат не умел обращаться с этой винтовкой Ее чистить, ее нужно смазывать Ее нужно беречь от пыли, от песка, от воды Тогда она будет великолепнейшая Она слишком сложна не в устройстве, а в обращении с ней С ней нужна внутренняя дисциплина Чтобы эта винтовка у тебя служила Поэтому немцы восхищались винтовкой СВТ У нас ее ругали Почему, кстати, у нас хвалили автомат ППШ? Потому что он примитивен, как доска Он примитивен, как доска Он не боится ни пыли, ни воды, ни грязи Во! Это оружие для советского солдата того времени Немецкая армия была лучше, более культурно Это культура на самом нижнем уровне Но, тем не менее, это культура обращения с оружием Это культура выполнения приказов Ну, дисциплина элементарная Немецкая дисциплина, которая вошла Немецкая педантичность, которая вошла в Сталпричи в языцах, вошла в легенды Что если немцу отдал приказ, он выполнит его строго Так, как приказ был Лондон Недавно в руки историков попал секретный документ О состоянии Красной Армии в 1940 году В этом своеобразном акте ревизии Приводятся чудовищные факты Ни один род войск не получил даже удовлетворительной оценки Руководство не знало численности своей армии Боевые учения не проводились Система управления и взаимодействия не работала Можно поражаться только мужеству и героизму солдат и командиров Которые в этом хаосе смогли все же сдержать отлаженную боевую машину вермахта Сталин совершенно точно знал, что советская армия не может дать отпор вермахту Существует один очень мрачный документ Когда в мае 1940 года сменился нарком обороны Ворошилов сдал наркомат, Тимошенко принял наркомат То был составлен акт приема и передачи Глобальная ревизия Красной Армии Этот акт был подписан в декабре 1940 года И в нем был один светлый пункт Состояние конницы удовлетворительное В честь и славу Семену Михайловичу Буденному Он курировал конницу Состояние всех остальных войск на всех звеньях От генштаба до связки ротов взвода было неудовлетворительное Полностью То есть ясно было, что эта Красная Армия В общем-то она была очень близка Не скажу, что она была толпа людей в военной форме Но она была рыхлая, очень плохо управляемая И в общем-то практически не боеспособная Кроме этого она была армией мирного времени А ей противостояла великолепность многовековыми традициями С компонованной вермут, который к тому времени два года воевал Естественно, не надо было быть оракулом Чтобы понять, что Красная Армия Первые месяцы войны будут разбиты Так она, собственно, и произошла Частная, непредвзятая история Великой Отечественной Еще не написана В ней найдется немало горьких и тяжелых страниц Но знать правду об этой войне необходимо Эта суровая правда Еще выше поднимает знамя нашей Великой Победы Это, наверное, самый кровавый урок истории Который мы должны знать и помнить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok